Здравствуйте, с вами Марина Романюк. В ближайшие полчаса предлагаю вспомнить, как прошла неделя в городе. Смотрите в выпуске. Многофункциональный форум в Рязани расскажут о лучших практиках МФЦ. Таким гостям здесь не рады. В Рязани провели операцию «Нелегал». Три года ожидания. Новый фельдшер в Шумаше появился только после вмешательства прокуратуры. Рязань стала площадкой для всероссийского форума МФЦ. В гостинице «Амакс» собрались представители 84 регионов, в том числе из новых территорий. Приветствовал участников Павел Малков. 13 тысяч многофункциональных центров. Это 50 тысяч окон взаимодействия. С каждым годом отделений МФЦ по всей стране все больше. Рязань впервые стала площадкой для проведения всероссийского форума сотрудников многофункциональных центров. Цель мероприятия – обмен опытом, а также обсуждение дальнейших путей развития в оказании качественных госуслуг, в том числе и в новых регионах нашей страны. Безусловно, граждане новых регионов сейчас испытывают серьезную потребность получения различного рода новых документов российского образца. И здесь усилиями всей страны с этой задачей мы справляемся. И в настоящее время на новых территориях открыто 91 отделение центров «Мои документы». При этом силами регионов шефов 76 таких отделений были отремонтированы. По словам статус-секретаря заместителя министра экономического развития РФ Алексея Херсонцева, высокие стандарты предоставления государственных услуг теперь доступны и жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Общая сеть центров МФЦ в нашей стране формируется уже 15 лет. Как отметил губернатор Рязанской области Павел Малков, за это время качество работы менялось только в лучшую сторону. С одной стороны, Алексей Игоревич сказал, что наше МФЦ находится в той части рейтинга, где вроде бы есть соответствие всем стандартам и регламентам. С другой стороны, мы прекрасно с вами знаем, что никогда нельзя останавливаться, всегда надо развиваться дальше. Я уже об этом не раз говорил. Для меня то, чтобы МФЦ работали на очень высоком уровне, это на самом деле дело чести. Я раньше серьезно участвовал в проекте в целом по созданию сети МФЦ. Большая команда работала, которую как раз Алексей Игоревич и возглавлял, курировал. И сейчас мы просто обязаны соответствовать самым высоким стандартам, а в чем-то, может быть, даже и участвовать в их формировании. План развития МФЦ в регионе уже разработан. Открываются новые отделения, график их работы все шире. Для того, чтобы каждый рязанец смог выбрать подходящее время для посещения. Губернатор Рязанской области Павел Малков также подчеркнул, что оптимизировать и улучшать обслуживание граждан будут и в уже открытых многофункциональных центрах. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На одном из строительных объектов на улице Соборной Рязани прошла операция «Нелегал-2023». Отработали вместе полицейские с сотрудниками УФСБ и ОМОН. И нарушения нашлись. Одна из строительных площадок – здание на Соборной. На объекте представители сразу нескольких силовых структур. Ну а в самом деле, где, как ни на стройке, проводить рейды с красноречивым названием «Нелегал». В этот раз гостей без регистрации искали всем миром. И полицейские, и УФСБ, и ОМОН. Нашли. Проверили 97 иностранцев. Нарушения, читай, у каждого третьего. Естественно, миграционной направленности. 29 касались осуществления незаконной трудовой деятельности. 23 – незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности. И 8 – нарушения режима проживания в стране. К настоящему времени решениями суда шести мигрантам назначены административные наказания в виде штрафов с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации. Еще семи иностранцам назначены административные наказания в виде штрафов с административным выдворением за пределы Российской Федерации в форме самостоятельного контролируемого выезда. Или вот июнь этого года. Тоже рейд, тоже на стройплощадки. И тут почти 90 нарушений на 66 человек. Такая результативность почти всегда. Схожее преступление, постановка на фиктивный учет. Даже термин уже придумали такому. Резиновая квартира. Работает это так. Собственник прописывает на своих квадратных метрах человек пять, а то и больше. В конце июля на этом участковые поймали одну из резанок. Она собиралась прописать у себя аж 12 иностранцев. От трех лет до 36. Естественно, это вне закона. Наказание такое вплоть до трех лет лишения свободы. Все дорожные работы по укладке асфальта в регионе завершат в октябре. Об этом заявили на правительстве региона. Но прежде губернатор Павел Малков дал неделю на переформатирование органов исполнительной власти на местах. Для большей эффективности. Административно муниципалитеты работают неэффективно. Нет единой структуры подведов. Где-то раздут штат, где-то его даже не хватает. Отсюда лишние траты бюджета. С этого начал анонсированный еще на Гурдуме изменения в госаппарате исполнительной власти Павел Малков. Областное правительство, конечно, продолжит поддерживать все проекты развития в регионе, но нужно срочно найти и внутренние резервы. В первую очередь властям на местах. Срок неделя. У каждого района должен быть четкий план по повышению эффективности подведов. Только конкурсные закупки, никаких прямых, если есть возможность проведения конкурса. Внешний контроль, смет, проверки. Единые подходы по штатной численности, по оплате труда. Без явных перекосов, по крайней мере. А то у нас в одинаковых подведах где-то один зам, где-то пять. Зарплата в пять раз отличается и так далее. Ликвидация ненужных подведов. Где-то объединение, где-то, наоборот, развитие тех, которые могли бы намного больше делать. В Спаске по программе «Комфортная городская среда» уже завершают первый этап реконструкции набережной, где установят в том числе и камеры видеонаблюдения. Такую систему безопасный город пока развивает в основном в Рязани, но уже в следующем году. К ней подключат и районы. В самой Рязани вопрос уличного освещения по-прежнему актуален. Улица Энгельса по вечерам погружается в темноту, но, по словам руководителя городской администрации Виталия Артемова, ждать местным жителям осталось недолго. Подрядная организация Россети, окончание работ ноябрь месяц. За это время будут заменены 3810 светильников, установлены 100 новых светильников, заменен силовой кабель на данном участке по графику, про который говорит Анна. Окончание работ – это в следующей неделе. В регионе продолжают внедрять единый стандарт поддержки участников СВО и их семей. Новым законопроектом предполагается оставлять статус многодетных семьям, чьи дети проходят службу в Вооруженных силах России, а также для тех, кто потерял сына во время проведения специальной военной операции. Кроме того, бойцы, которые не были зарегистрированы в Рязанской области, но ушли на СВО именно отсюда, тоже теперь могут рассчитывать на меры соцподдержки. Также на этой неделе Павел Молков на территории завода «Русская кожа» обсудил с предпринимателями развития легкой и текстильной промышленности региона в новых экономических условиях. Президент РСПП Александр Шохин, а также представители ведущих предприятий отрасли заявили о новом экономическом ориентире. По итогам прошлого года Рязанская область заняла второе место по росту промышленности в ЦФО. По словам губернатора Рязанской области, одна из приоритетных задач для региона сегодня – насыщение отрасли компетентными кадрами и создание мер поддержки для предприятий. Причем развитие легкой промышленности – не только один из важных рычагов развития области, но и всей страны. Так, например, на долю Рязанского кожевиного завода приходится порядка 35% всего производства кожи в России. В условиях импортозамещения эта цифра идет вверх. Спрос на отечественную продукцию легкой и текстильной промышленности из-за санкционного давления на Россию растет. А это значит, что появляются новые перспективы для развития внутренней экономики, требующие мер поддержки. У нас действует около 160 предприятий в этой сфере. Все сейчас чувствуют себя вполне уверенно, несмотря на сложности. Этому в первую очередь способствует большой комплекс мер, принятых на федеральном уровне. Наши предприятия все очень активно ими пользуются. Ну и мы тоже со стороны области добавляем те меры, которые лежат в нашей сфере ответственности, компетенции. И вот этот комплекс, как раз когда и федеральные и региональные меры поддержки действуют вместе и позволяют предприятиям себя достаточно уверенно чувствовать и смотреть в будущее, реализовывать новые проекты по развитию. Стратегически важная задача для Легпрома – к 2035 году доля отечественной продукции должна достигнуть 50% на российском рынке. В марте этого года на съезде РСПП мы подписали трехстороннее соглашение между РСПП, администрацией области и Рязанской областной ассоциацией экономического сотрудничества предприятия, это региональное объединение работодателей о сотрудничестве, о создании благоприятных условий и для инвестиций, и делового климата в целом. И сегодняшняя встреча – это один из пунктов реализации наших договоренностей на примере отрасли, легкой текстильной промышленности. Сегодня многие предприятия пытаются, страны пытаются локализоваться на российском рынке, у нас много таких заявок, но сегодня уже стоит рассматривать эту ситуацию с точки зрения реальной конкретной кооперации, не просто позволять им делать здесь любое предприятие, а предприятие, которое интересно, выгодно нам с точки зрения целого цикла, с точки зрения того, чтобы все-таки наши предприниматели здесь могли иметь предприятия и завершающие циклы с максимальной маржинальностью. По словам президента РСПП Александра Шохина, у Рязанской области есть огромный потенциал не только в промышленности, но и в других отраслях, таких как бизнес и инвестиции. Кристина Бочкарева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 35 лет со дня образования ОМОНа отметили сотрудники специальных подразделений полиции. Первые отряды ОМОН появились в стране еще в 1979 году перед летними Олимпийскими играми в Москве. Сегодня они есть в каждом российском регионе. В Рязани отряд был образован 31 марта 1993 года. Сотрудники ОМОНа на служебном посту, да и взрывотехники в полной боевой готовности. В одном из подразделений Росгвардии праздника и не чувствуется. Как в 35-ю годовщину образования ОМОН, так и в другие даты отряд отдыха не знает. Что такое отдых, я, например, не знаю, бойцы тоже не знают. Есть понятие, ну, небольшая реабилитация после служебной командировки, а сейчас их очень много, вот, не буду говорить какие, но поверьте, люди приезжают с одной командировки, просто нет времени отдыхать, у них идет, как бы, внутренняя подготовка к следующей командировке. Утро Александр Постолов посвятил молодым сотрудникам. Начали они с возложения цветов на аллее героев новогражданского кладбища. Первыми цветы возлагают Владимиру Левину. Вместе с коллегой Александром Родионовым ребята погибли на Северном Кавказе в далеком 2003-м. Их автомобиль обстреляли представители вооруженных бандформирований. С момента образования отряда при исполнении служебного долга на Северном Кавказе погибли 6 бойцов. За 35 лет отряд изменился. Вооружение стало другим, другая подготовка, но цели остались те же. В этом году сотрудники ОМОН уже выполнили больше 300 служебных задач, задержали больше 30 подозреваемых в совершении преступлений. За свою историю отряда сотрудники подразделения 347 раз награждались государственными наградами, в том числе Орденом за личное мужество и Орденом мужества. С начала 2022 года сотрудники отряда были удостоены порядка 40 государственных наград за выполнение служебных задач в ходе специальной военной операции. У меня сейчас одно пожелание. Всегда я, ну, помимо здоровья, здоровья, успеха в службе, я сейчас всем желаю мирного неба над головой, спокойствия дома. Нам это сейчас всем необходимо. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Партнер программы «Неделя города. Икра и рыба. Камчатская». Выставка продажи теперь и у торгового центра «Круиз». В микрорайоне Семчина открыл в своей двери новый детский сад номер 39. Его начали строить в октябре прошлого года. Стоимость проекта более 300 миллионов рублей. В торжественном открытии детского сада приняли участие вице-губернатор Артем Бранов, министр образования региона Ольга Щетинкина, депутаты, педагоги, родители, а также будущие юные воспитанники дошкольного учреждения. В год наставника и педагога для жителей микрорайона Семчина новый детский сад – долгожданный подарок. Ведь здание достаточно вместительное. Дошкольное учреждение рассчитано на 224 воспитанника. Обучать здесь планируют в том числе и с помощью инновационных технологий. У нас заключено договор о сетевом взаимодействии с Центром цифрового развития IT-куб. И в детском саду существует компьютерный класс, в котором располагаются моноблоки, а также будут осуществляться занятия по системному программированию и основам алгоритмики. Азы программирования и компьютерную грамотность будут преподавать воспитанникам старших групп. А вот лаборатория для детско-исследовательской деятельности заинтересует воспитанников всех возрастов. Кстати, в учреждении современный подход не только к образованию, но и к безопасности. Детский сад оснащен видеонаблюдением, тревожной кнопкой, пожарной сигнализацией и видеодомофоном. Гости из правительства поздравили коллектив учреждения с открытием. Сейчас прожились по этому прекрасному детскому садику. Я прям захотелось вернуться самому в детство и поучиться в таком садике, потому что есть и мини-лаборатория, и прекрасный музыкальный класс, замечательный спортивный зал, и очень хорошие площадки вокруг. Вообще садик получился такой очень светлый, праздничный. Я уверен, что детям здесь будет очень здорово и комфортно. Новый детский сад будет работать в пятидневном режиме с 12-часовым пребыванием воспитанников. В каждой секции групповое помещение, спальня, санитарная комната, раздевалка и буфетная. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». У школы номер 58 в Рязани оборудуют зону для занятий спортом за 32 миллиона рублей. Это футбольное поле, площадки для баскетбола, волейбола и воркаута с беговой дорожкой и крытой трибуной. Посмотреть на ход строительства приезжал депутат Госдумы Андрей Красов. Это в перспективе. А пока что у школы 58 площадка только усыпана щебенкой, местами установлены бордюры. Работа по превращению пустыря в новую спортплощадку идет полным ходом. Даже в выходные, говорит подрядчик. Факот нужно сдать через полтора месяца, подгоняют депутаты. На территории Рязанской области нет таких школ с такими объектами. Это будет первый, можно сказать, пилотный объект. Факот – это физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. И еще раз, несмотря на сложную обстановку, в стране очень замечательно, что в стране реализуются такие проекты. О том, что 58-й школе нужен физкультурно-оздоровительный комплекс, заговорили в прошлом году. Учатся тут больше 1800 детей. На всех всего 280 метров спортзала. Хотелось бы, говорят, побольше. Теперь на пустыре появится футбольное поле 30 на 60 метров. Плюс волейбольное, баскетбольное – все с искусственным покрытием. А на двух площадках для воркаута и вовсе будет покрытие из травмобезопасной плитки. В общем, на радость не только школьникам, но и жителям района. Вход обещают сделать открытым. Вслед за этим объектом будут реализованы и другие объекты, которые вошли в народную программу. Очень важно, что эти проекты реализуются на федеральном уровне, на региональном уровне, в том числе и на муниципальном уровне. Это, еще раз говорю, позволит ученикам школы активнее заняться спортом и физической культурой. Но это не только для учеников. Эти площадки будут открыты для жителей, скажем так, домов, которые прилегают к этой школе. Помимо спортивных объектов, здесь появится освещение и озеленение. Задача ускорится. Сдать объект нужно вовремя, говорит депутат Госдумы Андрей Красов. Дата окончания работ в паспорте объекта – 17 ноября. После долгого перерыва в деревне Шума Шерезанского района снова работает ФАП. На этой неделе был первый рабочий день фельдшерско-акушерского пункта, обходиться без которого жителям деревни было очень непросто. Дела в нехватке кадров. Медработников в регионе действительно не хватает. Но благодаря прокуратуре найти врача для этого населенного пункта все же удалось. Для небольших населенных пунктов свой фельдшер – фигура знаковая. Кто как не он и первую помощь окажет, и уколы сделает, да и просто посоветует лекарства. А вот когда в селе нет врача, как было в Шумаше, самое время бить в набат. Три года нам не могли ничего сделать вообще. Мы три года сидели вообще никуда. А в Мервино нам ехать, даже если не дай бог, очень есть. Особенно у пенсионеров наших не все машины, уколы даже некому делать. Нам же не ездить в Мервино так далеко. Последний раз нормального фельдшера здесь видели еще до пандемии. И вот теперь, спустя три года, жители Шумаше все-таки решились на серьезные меры. В августе они отправились с обращением в прокуратуру области. Там начали проверку. Длительное время здесь не было. Фельдшер, который до этого работал, 22-й год практически весь был на больничном. В течение 10 месяцев помощь оказывалась только выездными бригадами. С февраля 23-го года фельдшер какой-либо здесь отсутствовал. Результат вмешательства прокуроров не заставил себя долго ждать. Уже в начале октября на работу в пустующий ФАП приехал новый фельдшер. В ходе проверки установлено, что фактически ФАП не работает с февраля 23-го года в связи с отсутствием медицинского работника. В результате прокурорского вмешательства со 2 октября текущего года на вакантную должность фельдшера назначен медицинский работник. Нехватка медицинских кадров – проблема распространенная. Назначить фельдшера – задача не из простых. Но жителям Шумыша, очевидно, очень повезло. Наталья Ивановна очень доброжелательная, отзывчивая специалист. Она работает с 21-го года в другом фельдшерском акушерском пункте, госпелемстанция. Возлагаем на нее большие надежды. Она сегодня, грубо говоря, первый рабочий день здесь. Будет потихоньку вникать в работу здесь, знакомиться с населением. Пока что дали два раза в неделю, но дальше сказали, что это будет. Вот как бы, ну, постоянно сказали, аптечный киоск нам откроют, необходимые лекарства, чтобы были. Фельдшер, мы с ней уже познакомились, очень хорошая женщина. Наталья Ивановна такая доброжелательная. Прям, ну, человек видно сразу, очень хороший человек. Так что мы очень рады, что спасибо огромное всем представителям, прокуратуре нашей. В первый рабочий день фельдшера встречали всем селом. Как и представителей прокуратуры. Как говорится, накипело. Разобраться просили и с обрушенным колодцем, и с разбитой дорогой, и с отсутствием подъезда к кладбищу. Все вопросы прокуроры взяли на контроль. Возле круиза продолжает работу выставка продажа «Икра и рыба Камчатская». Рязанцам полюбились дары Камчатского края – вкусные свежие морепродукты с пользой для здоровья. Чарующий аромат и богатый ассортимент камчатского улова. Чавыча, нерка, палтус, омуль и белорыбеца. Все эти дары Камчатки рязанцы любят за неповторимый вкус и свежесть. Как говорится, здесь на выставке продажи представлена продукция для настоящих гурманов. Чавыча не случайно считается королем лососевых, ведь эта рыба богата витаминами и очень вкусная. Как говорят покупатели, они с нетерпением ждут приезда мобильной ярмарки и всегда следят за рекламой. Ведь выставка продажи «Икра и рыба Камчатская» в нашем городе пользуется просто бешеным спросом. И купив здесь рыбу или икру, однажды хочется вернуться вновь. Все время беру, покупала, пробовала все у них. Мы ни колбасу, ни мясо не едим. Поэтому на завтраке мы все едим икру. Бутерброд с икрой. Ну, я вроде думаю, может, для пользы дело, может, йод там какой-то содержится. Все-таки мы уже пожилые люди. Камчатский край невероятно богат на рыбу. Природа в своем первозданном виде, огромное количество озер и рек делают этот край невероятно привлекательным для рыбаков. А весь улов – это экологически чистая продукция, уверяют продавцы. Палкус и чавычу. А почему именно это? Ну, потому что уже брали вкусное. Витамин D в первую очередь, а во вторую вкусно. Вкусно же, не правда ли? Здесь вижу икру. Я всегда прошу, чтобы он ложечку мне эту поднял и опустил. Выставка продажа «Икра и рыба Ковчатская» расположилась у торгового центра «Круиз» рядом с центральным входом. Она проработает до 7 октября включительно. Яркая реклама, горящие вывески и красивые витрины – неотъемлемая часть современного городского пейзажа. Стильно оформлены, они становятся частью его образа. Да и о каждой отдельно взятой компании удачная вывеска или реклама может рассказать многое. Сделать именно такую удачную рекламу способна компания с коротким и емким названием «Пиар». Одна из самых востребованных в своей сфере. Сейчас расскажем, почему. Концепция, разработка, изготовление и монтаж, согласование и обслуживание конструкции – абсолютно все звенья этой непростой цепи в одном месте. Именно такую схему работы предлагает своим клиентам компания «Пиар». Предлагая оригинальные идеи, мы гарантируем сроки выполнения и качество реализуемой продукции. Благодаря собственному производству и слаженной команде мы выполняем заказы точно в срок и предлагаем лучшие цены в городе. Преимущественно мы специализируемся на изготовлении наружной рекламы. А именно световые вывески, объемные конструкции любой сложности, а также занимаемся согласованием наружной рекламы и даем гарантию на свою продукцию 12 месяцев. Плакаты и вывески, видеоэкраны, световые короба, логотипы, визитки и каталоги – все, чтобы бизнес клиента мог отразить свою суть и выделиться в широком информационном поле. Здесь берутся за проект любой сложности. Каждому клиенту гарантирован творческий современный подход, оригинальность решений и при этом соблюдение качества и сроков. У нас очень хороший, дружный и слаженный коллектив, готовый прийти к вам на помощь в проекциях любой сложности. Менеджеры с многолетним опытом подскажут вам нюансы изготовления и подберут на ее лучшие условия. Наши дизайнеры разрабатывают проекты под ключ от концепции до фирменного стиля. Индивидуальный подход и многолетний опыт – главные ориентиры нашей компании. Впрочем, о работе компании лучше всего говорят заказчики. У вас компания очень дружная, всегда идете нам навстречу, знаешь, что где-то наши недоделки, переделки. И вот, ну, огромное спасибо, процветание, мы всегда за вас. С портфолио пиара можно ознакомиться просто, обернувшись по сторонам. Мы рады сотрудничеству с такими компаниями, как строительная компания «Единство», северная компания «Санаторий Старица», музей имени Сергея Есенина, Рязанский колледж имени Комарова. Мы очень гордимся нашей работой, ее можно увидеть буквально повсюду, на улицах Рязани, также в области и в других городах. Уже к концу осени центр Рязани преобразится в соответствии с туристическим кодом города. Разномастные пестрые вывески снимут, и улицы приведут к единому стилевому решению. Задачу разработать и изготовить стиль центральных улиц Рязани доверили именно компании «Пиар». Кстати, процесс преображения уже начался. На этом у меня все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Это свершилось. Камчатские делегатесы в Рязани. Сцены от производителя. Наша гарантия – это наше качество. Со 2 по 7 октября у входа в ТЦ Круиз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин